Давай, гали, 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 гали! Первое, чего стоит бояться новичкам, это однозначно ЛТшка пятого уровня Шеридан. В общем, в сегодняшнем реплее у нас будет игрок под ником Снеговик, который будет, ну, я так думаю, что скорее всего удивлять противников своей альфой. Ну, иначе по-другому не скажешь, потому что, ну, во-первых, это уровни пятые, хотя он здесь играет с шестыми и седьмыми, но тем не менее, все равно это еще такие начальные уровни, где много игроков не особо еще опытных. Ну, и судя по этому бою, конечно, с одной стороны, да, против него попадутся они не особо опытные игроки, но тем не менее, как же жестко он их будет наказывать с этой бабахи, это, в общем, это отдельная история. Давайте смотреть, у нас каточка 7х7, начало будет довольно-таки размеренное, поэтому самое время мне напомнить вам, что если у вас есть хорошие реплеи, то не забывайте их присылать под видео в описании, есть ссылка на ВК и Дискорд. Присылайте сам файл реплея и сами скриншоты результатов боя. Ну, а тем временем, каточка получается, что называется, хоть и 7х7, но она получается в лоб, просто в лоб, тупо все противники приезжают на завод. К счастью, здесь ОБТ союзный есть, ну, почти все, кроме Меркавки, которая решила покататься вообще по другому флангу. Действительно хорошая идея в бою 7х7 разделиться на два фланга. Но он, в принципе, находится, самое главное, что он находится на правильной позиции, он здесь пока еще союзный ОБТ живет, как-то еще отстреливает. Здесь МТЛБ нужно бы добить, но он не успевает или не попадает в него, к сожалению. И, естественно, союзный 72-й очень быстро отправляется в ангар. Но, кстати говоря, я отмечу потом в результатах боя то, что, на самом деле, 72-й еще успела хотя бы что-то пострелять, в отличие от других союзников. Хотя, наверное, нет, один там союзник еще более-менее пострелял. Ну и, в общем, пока неспешно пытается из-за рельефчика все это дело постреливать. Кашка что-то как-то странно приуныла, вроде бы не АФКшная. Начинается в рейв, тут Тайп залетает, хорошо снайперша их светит, откидывает ДМИ, начинает отъезжать назад. Ну и, в принципе, тут счет 4-7. Сами понимаете, одному здесь оставаться нельзя, что как раз-таки Снеговик очень вовремя понимает. Я, если честно, думал, что сейчас его просто здесь затрамбуют по-быстрому и все. Но нет, он успевает отъехать. В общем-то, там как-то союзники что-то пытались все это дело еще отстреливать, но уже счет 3-7. А вставшиеся союзники это Меркавка где-то катается на другом вообще, у них на респе. И Вариор, от которого будет хоть какой-то толк. И, в принципе, хороший вариант как раз отрабатывать по засвету этого самого Вариора. Главное переехать в безопасную позицию, что как раз-таки он и делает. И, в принципе, передвижения у него были максимально грамотные. Самое главное на шарике что? Это успевать давать свою офигенную Альфу. Но перезарядка здесь не быстрая. И, соответственно, главное, чтобы тебе... Ну, чтобы ты не стоял напротив противников, а они тебе в это время пихали. Главное, чтобы ты мог аккуратненько по перезарядке отстреливать. И тут, кстати говоря, 72-го залетает шикарный выстрел с пожарчиком. Минус 1. В общем-то, счет уже 2-6. Я даже не заметил в какой момент... Ну, в общем, Меркавка успела слиться. Видимо, как раз противники на ББМках быстренько развернулись ее встречать. И Меркавку слили. И они остаются уже вдвоем. В 2-5 уже. Тут Вариор успевает наказать Кашку. Счет был на самом деле... 3-7 был счет, да? Какое-то время. И вот они как раз полетели. Шикарный опять выстрел залетает в М60-го. Вариор остается на одной позиции. И, в принципе, Вариора можно как раз продавать, что называется, подороже. У Вариора-то плохая ситуация. Все знают противники. Еще одна плюха на тысячу. Все знают противники, где он находится. И, естественно, просто к нему сейчас приедут. А, к счастью, хотя бы он на ширике их принимает издалека. И вот, наконец-таки, минус МТЛБ, который очень аккуратно как-то там из-за рельефчика пытался Вариор убивать. Тут залетает сразу и БМД-шка залетает. И Тайп Пинайт. И М60-ый. И тут сейчас еще подъезжает и БМП, собственно говоря. И вот во всем в этом я не понимаю, как вот она БМП подъезжает. Как они так долго пытались убить Вариоров четвером. Это, конечно, дичь. Наконец-таки забирают. Дает выстрел по БМД-хе. Но надо бы добить М60-го, который остается шотный. Но, в принципе, он от рельефчика аккуратно башни тут даже танкует что-то. Еще делает выстрел в борт. К счастью, пробивает кумули через борт не очень-то хорошо. Иногда в ОБТ заходят. И он остается один в три. Тайп 16-ый, БМД и БМП. Делает вид, что уезжает налево и разворачивается в другую сторону. Тем временем уже есть 8000 домашки и трое противников. Но, 1000 альфы. Первый противник. БМД вылетает и такой типа, Эй, с автофушки сейчас постреляю. Сразу же ловит в щи кумуля на 900 и отправляется в ангар. Ну, в принципе, с Тайпом 16-ым все понятно. У него там совсем крохи хп. И как раз-таки Тайп 16-ый тоже решает, что сейчас мы его быстренько догоним и отпинаем. Но не тут-то было. Он даже не успевает сделать выстрел. Отправляется в ангар. При этом всем 9000 урона и у него 1800 хп. Он практически не поцарапанный. Остается один БМП второй, который правильно, в принципе, тоже ему на выстрел. И вот он как раз высвечивается, куда-то стреляет не туда вообще и получает последний выстрел. Просто тупо прованшотил оставшихся противников. Сделал 10 тысяч домашки. Почти всех, кстати, убил. 6 фрагов из 7. И, мне кажется, получилась очень забавная катка. Спасибо. 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 Спасибо.